Тагонородский залив, Азовского, а море чего? Черного. Море не может быть моря. Есть более высокая категория. Какого? Атлантического океана. Вот. То есть получается, вы сейчас стоите на берегу Атлантики. За те же деньги вы попали на Атлантический океан. Я серьезно? Это чья выдумка? Тагонородская? Азовская, дело в том, что море считается морем только тогда, когда она имеет связь с океаном. Почему? Орал и Каспий, это не моряк, это озера. А так, просто здесь начинается Атлантика. Вот и наше Азовское море, Тагонородский залив. Это море, пошел через Керсть, Черное, Средиземное, Атлантика. Просто Азовское море очень далеко. Керченский пролив. Да. Просто наше море очень далеко вдается в сушу, и многие не понимают, что это действительно Атлантика. То же самое. Вот это залив, который вы сейчас видите, это 2-3 метра глубины. Само море это 9-14 метров глубины. Здесь залив абсолютно пресная вода. Вообще это Дон впадал через Керченский пролив в Черное море, потом разлился, и потом добавились еще 13 рек, и вот получилась вот такая пресная вода. Мороз здесь замерзает, буквально еще вчера на горизонте были еще остатки снега, это льда уже потаяло. Какая рыба водится в заливе? Та же самая, что и в Дону. Лещ, тарань, кефаль. Лещ это плоский, это, господи, сазан. Ну, в общем, тарань, тарань, бычки. Да, да, да. Сейчас же то же самое, что в Азовском. Он пошел мочить ноги в Атлантическом пиане. У нас на гербе даже феврюга. То есть, который давным-давно уже нет. Ну, есть она, есть, конечно, но мало уже.